Праздник, дорогие братья и сестры, с преображением Господним. После того, как происходит краеугольное событие в Иоанновской истории, поворот очень серьезный, когда апостолы стали готовы и признали мессианство Спасителем, когда они исповедовали то, что Иисус действительно является мессией, Христом, которого ожидал весь мир. Это происходит у Хрицарии Филипповой. Все мы с вами помним, что апостол Петр в лице всех апостолов заявляет, что все они признают Иисуса за Христа. Ты Христос, Сын Бога, жива. И после этого Христос открывает Своим ученикам, что Ему надлежит идти на Голгоф, что Его ожидают страшные страдания, мучения, и только через это Он сможет зайти в Славу Божию. И более того, Он говорит, что некоторые стоящие здесь увидят Славу Божию, силят. Это действительно происходит через шесть дней, о чем описывается в свыше Иоанновском чтении. И по подшествии шести дней Господь берет с собой самых близких учеников Петра, Якова и Иоанна, и поднимаются на горы. По преданию это гора на Бор. И там ученики увидели духовным взором, какова действительно Слава Христа, и что ожидает людей, когда они смотрят после воскресения Христова идти за Ним, побеждая грех, и что такое состояние убоживания. Апостолы увидели, узрели умными очами нетварной божественной энергии, и Христос, преобразившись с ними, показал, что путь славы всегда лежит через долгов. Понятно, что в то время не было никаких портретов, изображений, но, тем не менее, апостолы безошибочно знали, что Христос беседует с Моисеем, и с Ильей. Это можно было узнать только очами духовными. И этот праздник хронологически должен, по идее, праздноваться за день 40, наверное, до Пасхи, до Распятия Христа. Но Святая Церковь празднует память этого события именно в конце церковного года. И когда мы празднуем преображение, то мы празднуем его так же торжественно, как и праздник Богоявления и Крещения Господня. Потому что это второй раз, когда совершенно явно в евангельской истории все три лица присутствуют в событии. Мы слышим голос Отца, мы видим благодать Святаго Духа, осявшего Христа. И голос Отца говорит, «Сей, Сын мой возлюбленный, Его послушайте, о Нем же мы говорим». И этот праздник всегда зоро почитался христианам, потому что смысл человека, каким задумывал Господь, это жизнь с Богом. Задача человека заключается в обложении. Только в соединении с Богом человек может быть счастлив. И даже то, что в этот день по всем уголкам земного шара освещается плод лозный и вообще плоды, этим самым подчеркивается, что вся тварь, весь отверленный мир служит Богу. Если мы на какое-то время подходит Христа, то даже растение, даже земля этого не забывает и переносит свои плоды Богу. Даже в этом несовершенном мире, пораженном хрифом, но тем не менее даже эта земля делает. И мы также призваны являть Богу плоды своей жизни, являть свою любовь и помнить о том, что этот праздник призывает нас к непрестанному Богообщению. Задача человека, задача христианина – это достижание благодати Святого Бога. Мы с вами знаем, что такие святые отцы, как Григорий Паламат, очень почитая преображенский свет, а ворский свет, как раз учили о том, что истинное Богообщение – это умное делание, и это видение детварной энергии Божьей. Мы не можем познать сущность Божьей, она непознаваема, но мы узнаем и причащаемся к Богу через Его действование или детварные энергии. Энергия – это проявление сущности во мне. Будем радоваться этому событию в нашей стране, в нашем регионе. Это праздник уже какой-то осенний, немножко с грустью, и тоже это отражает суть события, что через славу и путь к славе лежит через гробову, лежит через страдания. Праздник, пожалуйста! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!